Они живут между добром и злом, порядком и беззаконием. Простые граждане, приступившие черту, опустившие себя на дно в надежде на спасение. Чьи золотые годы покрылись ржавчиной. Вы сейчас не работаете, правильно? Вы на пенсии. Конечно. И как вы проводите свое время? У меня телевизор. Телевизор. Выпила. Телевизор ушел. Пенсии вам хватает на выпивку? Ну, хватает. Кто помогает другим, но не может помочь самому себе? Что, мужик издевался дома? Ваш муж бывший? Ну, я уже в их нема. Он помер. У меня муж ее свернули, утопили. Кто прячет за улыбкой горечь утраты? Ребенка похоронила. И после того я стала употреблять и алкоголь, и курить стала. Это не кино. Это реальные драмы обычных людей, которые живут на грани. Они хотят быть услышанными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще. Субтитры создавал DimaTorzok Это шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни. Сегодня мы в Лепельском районе Витебской области. Знакомьтесь, старший участковый инспектор милиции Александр Сильванович. Зона обслуживания моего, получается, Горский сельский совет, в который уходит военная часть деревни Заслонова, бывшая военная часть в Межице, и пролегающая 18 деревень к Горскому сельскому совету. А почему нельзя принимать близко к сердцу истории людей? Наверное, если будем близко принимать, то не сможем дальше работать. Потому что ситуации бывают разные, неоднократные. И все-таки сказывается на здоровье. Каждый день, днями и ночами на работе в основном. Так что может отразиться на семье. Семья – один из приоритетов здорового человека. У подопечных участкового – другие ценности. Когда во главу угла ставится спиртное, семья и забота о ближнем отходят на второй план. Стойкий запах разложения, табачного дыма и отходов жизнедеятельности встречает нас на пороге квартиры обычной городской пятиэтажки. Дверь не заперта. Опять у нас пьянки, да? Да? Ну а что это такое, ну? А что на кухне у нас? Всегда давно тут прадок было, я сказал, чтобы прадки были. Что нормально? Где нормально? А что у нас на кухне? Пройдемте на посмотрим, что у нас на кухне. Тут стаканы опять, здесь бутылки, на кухне опять. Опять проходили друзья? Кто здесь такое? Все нормально. Когда последний раз был? Все же было чисто, все было убрано. Ну все нормально. Так это все нормально? Ну. Кто проходил в гости? С кем пьянствовали? Ну с кем пьянствовали? Что, пенчу получили? Довольно пенчу. Ну так а что опять вы начинаете? Сколько с вами можно про сельские беседы проводить? Ну все, я больше не забыл. Жена больна или лежите, а вы пьянствуете? Курите тут опять вот. Зону их смотрите? Сколько пожаров совершается, какого напьянения? Я жарю на кухне. А где вы курите? Вон на кухне. Ну так а на кухне что? Что на? Ну так только на кухне кожу. Только на кухне? Ну, я в хате не кожу. Когда наедете прадок? Все не сделаете. Когда вы сделаете? Сейчас, здесь что-то я делаю. Чтобы изуродовать собственные метры, пожилой паре потребовались годы, проведенные в забвении. В компании друзей, приятелей по несчастью, каждый из которых буквально оставлял свой след в истории квартиры. Он есть у нее, она есть у него. Но это не история красивой любви. Мужчина и женщина стали заложниками той жизни, которую построили многие годы, проведенные вместе. Как самочувствие? Плохо? Скажи, я к самочувствию. Ну скажи. Что ж тебе надо? Вязать голову скажи, я к самочувствию. Муж не обижает? Скажи, что я не буду. Как некогда уютная семейная гнездышко превратилась в зловонную сточную яму? Пелена перед глазами хозяина квартиры не просто пьяный дурман. Имеющий глаза, он не видит очевидного. Что жизнь превратилась в выживание? Это его история. Ну, знаете, всегда нужно остерегаться мошенников и грабителей. А у вас дверь нараспашку. Ну что, а как будет, блядь? Мало ли, нечистых на руку людей достаточно. Ну, нечистых не ходят. Скажите, а почему вы не поддерживаете свое жилье в надлежащем состоянии? Почему у вас такая грязь? Никакая грязь. Ну, разве это нормально? Посмотрите. Ну, это выпивали, просто не брал. А с кем вы выпивали? Уберу сейчас. Сейчас все ударю, сделаю все. Ваша супруга больная, а вы выпиваете? Ну, не так что. Вы же давно с ней вместе? Двадцать лет. Ваша жизнь же не так начиналась совместно? Да, конечно, не так. А в какой момент все пошло не так? В какой момент вы оказались вдвоем запертыми в этой зловонной, извините, квартире? Я ногу поломала. И вот позже это мне плохо еще. А сейчас вы не можете отказаться от спиртного? Не могу. А почему не делаете этого? Вы сейчас не работаете, правильно? Вы на пенсии? Конечно. И как вы проводите свое время? Ну, я говорю, телевизор. Вы всегда хотели так жить? Нет. А как бы вы хотели? Я нормально все готовлю и есть. Я живу нормальной жизнью. То есть, в принципе, вас устраивает сегодняшний ваш уровень жизни? Нет. Я готовлю жене. Все готовы. То есть вы ухаживаете за супругом? Помогаете ей? Конечно. Но вы делаете это все, согласитесь, в ужасном. А я просто сегодня так. Сегодня? А вчера было не так? А так, у меня чисто все надо. Чисто? Да. Если бы вы хотели что-то изменить, вы что-нибудь меняли бы? Или пусть все будет, как будет? А что я буду изменять? Ну, хотя бы убраться, избавиться от запаха, от плесени носить. Ну, вот это хочу сделать, да. У вас родственники есть? Дети, внуки? Сын, дочь. Он как-нибудь вам помогает? Да. Чем? Я в Москве. Ну, если надо, папа вот, я тебе помогу. А он приезжает к вам? Он видит, в каких условиях вы живете? И он сказал, чтобы вот к Новому году приезжать. И вы считаете, сюда будет приятно вашему сыну зайти? Ну, начало нет. Я... Не каждый день мне это кидать. А что-то нам подсказывает, что каждый. Сын у него недавно судимый, ранее судимый был, недавно освободился из тюрьмы. Буквально, наверное, в октябре поставили на учет уголовную инспекцию. Проводилась беседа, потому что тоже вместе с отцом употребляли спиртные напитки. В настоящее время сейчас уехал к Москву на заработке. Так что почти он здесь и не проживает. Знаете, сложилось впечатление, что мужчина не видит ничего плохого в том, что происходит в его жилище. И это, наверное, самое страшное. Да, самое страшное, потому что он не понимает. Вы же видите, бучки, окурки прямо на кухне. Теперь в этом состоянии, как вы видите, что не понимаешь, что двери открыты. Буквально в сентябре у него с квартиры была совершена кража. Его мобильного телефона. В сентябре, по-моему, в сентябре, ну, утешка была газа. Ну, вот он, вот он факт. У них в квартире? У них в квартире, да. Там заметили, а двуков плиту поменяли. Ну, утешка газа была. Это ж может обернуться катастрофой. Здесь подъезды были эвакуированы. Вот оно что, можно говорить. Он, может, не желал этого, чтобы было, ну, по неосторожному обращению с газом. Утечка бытового газа могла привести к непоправимым последствиям и унесенным жизням. Но даже такой опасной ситуации можно было избежать, если бы пенсионеры не страдали алкоголизмом и находились под присмотром родственников. Но сыну, кажется, вовсе нет никакого дела до пожилых родителей. У него есть дела поважнее. Когда немощный человек предоставлен самому себе, часто находится тот, кто из личных соображений занимает вакантное место сиделки. Кто пытается помогать другим, будучи не в состоянии помочь самому себе. На учете в уголовной инспекции состоит женщина, которая проживает в данном доме на первом этаже. Состоит она на уголовной инспекции за совершение преступления. Это грабеж. После совместного распяти спиртных напитков украла полбутылки водки и вскрылась. В связи с чем, я как участковый инспектор, в связи с тем, что он состоит на учете в уголовной инспекции, периодически, каждый месяц, а то и два раза в месяц, проверяю ее, провожу профилактическую беседу о незапустимости совершения противоправных действий, совершения повторных преступлений. А ранее, ввиду своего образа жизни, она попадала в поле зрения? Ранее она попадала в поле зрения. Направляли ее в предыдущие участковые, отбывала в ЛТП. Безработная женщина находит средства к существованию, помогая другим пенсионерам в их бытовых нуждах. Правда, деньги, полученные с благодарностью за заботу, тратит на спиртное. И хотя лихие юные годы остались позади, в ней до сих пор живет дух авантюризма. Но в плохих компаниях она находит только проблемы. Так и на этот раз. Бутылка спиртного стоила ей наказание в виде общественных работ. Часы вы отбыли свои? Да. Полностью? Я не знаю. Полностью надо позвонить, у меня еще один номер. Надо уточниться. 120 отдала. Точно, 120. Это у меня в ту месяц, как я работала, отдала. И в сентябре полностью 30 дней, по 4 часа. 120 часов. Отдала. Она бегает из дома в дом, в попытке сбежать от себя. Ее маршрут – это замкнутый круг боли, пролитых слез и разочарований. Это ее история. В молодости работала по заготовках, потом в горьках работала, тоже по заготовкам. На советской еще работала некое время. А тогда пошла лаборанткой работать. А я пошла корову доедеть, пошла теляда глядеть. Один год даже за фермой работала. Все, ко мне семинар в зорницу проезжала. Все хорошо. Ну. А потом? Что случилось? Ай, ну что случилось? Все, выключайте. Какой этап в вашей жизни вы все-таки пристрастились к спиртному? Это как-то связано с вашим покойным супругом? Нет, это не связано. Связано с моей работой. Я работала лаборанткой. Ну, а вы сами знаете, молоко вяжешь. Тогда барана уробил. Шпирт шел, пиво шло, копчильня шла. Потихоньку, ну, указал ответственность. То есть, доступно было в каком-то? Да. И вы не удержались, да? Да, потрошку сразу голова кружилась. Вы же понимаете, что алкогольная зависимость – это болезнь. Болезнь, с которой нужно бороться, с которой самостоятельно невозможно справиться. В этом нужна помощь родственников. Скажите, вот ваша дочь, ваша внучка поддерживают вас? Я ей просила закодироваться, но сказала, мама, не надо. А почему? А потому что, говорит, будет, вся нервная система не в порядке. Что-то, что не так, я плачу, меня трощать. Я говорю, не надо, вдруг хрыжу поедете. Вам бы хотелось, чтобы ваша жизнь как-то иначе сложилась? Вот оглядываясь назад. Конечно. А чего бы вам хотелось? Нормальной жизни. А ей нет. Нету. И нету. Вы не пробовали как-то съехаться, например, с дочкой, с внучкой? Ой, господи. Ну, че я поеду? У меня своя хата, у меня своя жизнь. У них своя семья. Че вы лезьте? Я не лезу к дочке, к семью. Ну, вы уже человек в возрасте. Вам все-таки, наверное, лучше ближе к родным, близким быть. А, ну, я еще летаю. Ну, понятное дело. Ну, тоже вас одно оставлять. А че я одна? Я не одна. Я не одна. Это вот сейчас вот вы. Ой, Виталик, сейчас пойду гадать. Я у пути, всю дорогу. Либо работаю, либо туда-сюда. Я помогаю. Я не сижу дома. Меня дома трудно найти. Я не сижу одна. Каждый по-своему справляется с одиночеством. Кто-то заводит новое знакомство, а кто-то домашних питомцев. Эта женщина нашла свой рецепт. Быть где угодно, только не дома. Дома ее никто не ждет. Одиночество многолика, пугающе опасно. Для женщины, для каждой матери нет одиночества страшнее, чем стать ненужной детям. Даже если дети находятся в комнате по соседству. Сейчас мы направляемся также к неблагоположной семье. Мать проживает с двумя своими сыновьями. В настоящее время один из которых находится в ЛТП, осужден на два года. Второй сын недавно вернулся из ЛТП. У меня состоит на учете. Братья ранее неоднократно судимые. Нигде не работают. Стремления к трудоустройству нет. Как раз пытался трудоустроить. На биржу труда проводил. Отказываются от работы. Потому что там надо каждый день натоять на работу и не употреблять спиртные напитки. Наш пункт назначения – скромный ветхий дом. Тоскливое зрелище – видеть деревенскую хату в упадке. Ведь когда-то здесь жило счастье. Первое, что бросается в глаза – это внешний вид дома. Покатившийся забор, неубранная придомовая территория, отсутствие света как такового. Видно, что нет хозяина в доме. Да, как я ему говорил, что за домом не смотрит никто. Изнутри дом выглядит заброшенным. Всюду разбросаны ненужные вещи. Посуда, навсегда утратившая свой блеск. Треснувший потолок, который готов обрушиться в любую минуту. Но здесь есть жизнь. В самом дальнем закутке обветшалого дома под теплым одеялом прячется от холода хозяйка дома. Как поживаем? Где сын? Тихо, не ругайся. Ну, один вообще. Ты полище его найдешь. Понятно. Я ж вытопила, забегла спать. Сколько перед этим выпила? Сколько выпила перед этим? Что? Не трогаю. Ну, я смотрю вон. В тишине и молчании женщина проводит свободное время. Ее взрослые, безработные сыновья отправились на поиски очередной порции выпивки. У нее же все под рукой. А что курму укрывать, а? А я вот так вот, что видно. Да что видно? Вот я сейчас на такую маленькую, большую выпить, ну, заснешь, ну, в бышковом месте. А мне больше не мало. Больше нету? Больше не мало. А где заработала? А-а-а, не скажу. Чего? Не скажу. Ты ж мне все рассказываешь, но потихоньку. Не скажу, не робила. Человек мне дал, угол рублю. Ухвастили? Да. Так на работу не устраиваемся, да? Хвастись, меня возят на работу. Чего? Чего? Ну? Вот это вот на ногах, на... И на пальцах не хватит, это самое... Не хватит мне. Чего не хватит? Столько, сколько мне, наверное, я болезнью. Болезнью? А лечиться в больницу не? Я ходила уже в больницу, потому что, я была болезнью. Полечили? Только подлечили, только. Ну, хоть, слава богу, хоть могу-то сало что-нибудь жирное съесть. Она прячет за широкой улыбкой горькие слезы. Сломленная, она до последнего хочет казаться сильной. Не понимая, что в полной мере заслужила право быть дорогой и любимой мамой. Право быть слабой. Это ее история. А там меня застрыт, подкротит и язва. И куды мне одеться. То есть и я, то есть и я, то есть и я. А я не все равно, все равно мальдос купляю. Не купляю. Я люблю мальдос. Нельзя, но все равно покупаете. Ну, я люблю мальдос. Вы говорите, у вас проблемы со здоровьем, но тем не менее у вас на столе пепельница с бычками. Вы продолжаете употреблять алкогольные напитки. Неужели своего организма не жалко? Нет, понимаете, что это самое. Ну, а как? Поплачу, поплачу. А потом что делать? Что мне делать? Тогда я думаю, болище убери. Как я уж так и добра. Скажите, а почему вы плачете? Из-за чего? Потом плачу, потому что я не мащил. Ноги-то. Отказали? Ноги отказали. И куда я пойду? Опять в больницу пойду. Вы видите, какое мое лицо? Ну, я пожила сейчас, потому что пелепсия схватила. Когда вы с супругом приобрели этот дом, вы жили счастливо с ним? Да, счастливо жила, да. А что потом произошло? Он начал, извините, рожение, кстати, гулять. Ваш супруг? Да. Ну, я думаю, то самое, ладно, то самое, что нехай гулять, нехай тое, нехай тое. Потому что, ради бога, нас не трогал. Так он же и бил нас. Вас, это и ваших детей? Да. А когда вы пристрастились к алкогольным напиткам? Тридцать пять лет. Тридцать пять лет вы уже употребляете, да? Начала курить, начала. Но у меня там была большая проблема. Мне с ребенком была проблема. Ребенка похоронила. И после того я стала употреблять и алкоголь этот самый, и курить стала. Страшное горе для матери. Ну, понимаете, люди, не дай бог, такое перетерпеть. Не дай бог такое перетерпеть. Ну, что я сделала? Ну, что я сделаю теперь? А вас кто-нибудь поддержал в тот момент? Да, поддержал мой дядька. Наверное, он повер, правда. Работал в лесхозе, мастером. Я уже хотела сама туда увлечь в эту, как ей называется, в могилу. Я говорю, прекрати, прекрати успокоище. А я что, я успокоище? Вот я стала потом употреблять и спиртное, стала и курить. То есть вы просто с этой болью не смогли справиться? Нет, это ж невыносимо, люди великие, невыносимо. А вам бы хотелось, чтобы вот в вашей жизни, да, раньше, когда случилось это несчастье с вашей дочерью, и да и теперь, вам бы хотелось, чтобы ваши сыновья были рядом? Конечно, конечно. И как были нормальные. И как были нормальные. Вот одно, что я хочу, как были нормальные. Я-то помру когда-нибудь, помру. Боро, еще не может, завтра поможешь, не знаю, когда я помру. А вы будете жить, вру. Боро, на стар зарабатывать. На стар зарабатывать. Потому что я же вам больше ничего не помогу. Ничего не помогу. Даже сейчас вы думаете, да, только о детях? Как бы у них все сложилось? Да. Думаю, когда уже в очи заплёкнутые в очи, а я, как я не буду жить дальше. Как я знаю, она сама, денег нету. Ну, тут идет, так, ну, где сейчас зимой можно будет выпить? Ну, давайте, к ней зайдем в гости. Вот заходят гости к ней. И, как вы видите, ну, всех принимают, двери раскрытые постоянно. Все, заходите, пожалуйста. Так она проживает, что. Нету силы воли. Сила воли должна быть, и все. А если нет силы воли, ну, новое установление однократно судимое за совершение кражи. Кражи тоже совершают. Для того, чтобы потом купить спиртное. Проходят с ЛТП, год отбывают там, и все равно продолжают заплотворять спиртными напитками. Потому что вот так и получается, что один проходит с ЛТП, второй ходит с ЛТП. Тем не менее, вы, как участковый инспектор, не оставите одну эту женщину. Вы будете продолжать надзор, контроль? Да, конечно. Постоянный надзор, контроль. Если я не почувствую слабину, то это добро не проведет. И, может быть, будет плачевным исход. Кажется, а что помогает вам находить индивидуальный подход к своим подопечным? Ведь каждая история по-своему уникальна? Да, каждая история уникальна. Главное относиться по-человечески, с пониманием первоначального. Методом убеждений сначала надо общаться, а потом туда уже, как говорится, кнутом и пряником. Сначала надо пряник, а потом уже кнут. Участковый инспектор – знаток человеческих судеб. Он познакомил нас со своими подопечными, которые оступились. Определенно каждый из них заслуживает шанс на спасение. Мы показали обратную сторону жизни, как есть. Выводы делайте сами. Субтитры создавал DimaTorzok